В эфире выпуск новостей в студии Наталья Астафеева. Здравствуйте! Встречи с друзьями, школьные уроки, перемены. В школах Одессы прозвенели первые звонки. Около 11,5 тысяч юных одесситов в этом году садятся за парты впервые, поэтому этот день для них настоящий праздник. В этом году учебный процесс начинается в особых условиях и торжественные мероприятия в День знаний тоже были необычными. Первый звонок сегодня прозвенел не только в школах, но и в Зеленом театре, куда пригласили учеников младших классов ряда учебных учреждений. Я от лица мэра нашего города Геннадия Ильинича Труханова хочу поздравить вас с этим замечательным праздником Днем знаний. Я уверен, что первоклассники ждут с неимоверным желанием уже когда они зайдут первый раз в первый класс. Конечно же все первоклассники в самом начале школьного пути мечтают быть отличниками. Буду учиться я відмінно, хочу знати все-все-все, щоб пишалась Україна і матуся статусем. Я хотіла б хоть разочок, урок на подвір'ї, і ще був такий куточок, де можна повріять. Наверняка многие из сегодняшних первоклассник станут гордостью не только своей семьи, но и города, а возможно и страны. Впрочем, даже высокие оценки не столь значимы, как доброта, отзывчивость, стремление помогать людям и планете, говорят родители. И надеются, что именно эти качества будут воспитывать учителя. Ну а пожелания на ближайшее будущее, чтобы учебный процесс не нарушили более строгие карантинные ограничения. Ребенок ждал 1 сентября, встречи со своими одноклассниками, встречи с учителем. И, конечно же, уроки в обычном режиме в школе, за партой, как и раньше, как привычно детям было. Надеемся, что так и будет, и не будет карантинного такого ограничения. А чтобы этого избежать, в школах будут предприниматься различные противоэпидемические меры. Мы должны сделать все, чтобы максимально обеспечить детей. Это основной девиз этого учебного года. Сейчас в школах первый месяц будет проводиться корректирование знаний детей. Учителя будут проходить то, что дети пропустили и изучали дистанционно. И только после этого перейдут к изучению и освоению нового материала. Но сегодня свято, сегодня хочется про него, поэтому от души хочу побожать всем радостного учебного года. Начало этого учебного года многие школьники ждали с особенным нетерпением. Ведь это не только уроки, но и общение с одноклассниками. Главное для школы – это контакт с друзьями. Конечно, знания тоже нужны. Но мне кажется, что нужно всегда просто быть вместе. Наконец-то началась школа. Наконец-то все будут учиться. И все будут счастливы. И карантина не будет. Мне в школе нравится очень сильно предмет математики. Почему? Ну, потому что я его люблю. Уже завтра начнется обычный учебный процесс, но с определенными особенностями. Деток разделили. У меня вот две. Одна будет идти на 8 утра в 4 класс, а 11 класс на 9 утра обучения. То есть их разделили в ход, в масках. Родители не посещают школу вообще. То есть мы на улице отдаем классным руководителям и уезжаем. То есть вот такой учебный процесс пока. А что будет через месяц, никто не знает. В случае подозрения на коронавирус у ученика или сотрудника школы, учебное заведение закроют на дезинфекцию на два дня. Если диагноз подтвердится, то учеников класса изолируют на две недели и переведут на дистанционное обучение. Неожиданный урожай пришлось собирать в Одесской области. С помощью квадрокоптера полицейские обнаружили несколько крупных плантаций конопли. В Ренийском районе в болотистых плавнях полицейские и пограничники обнаружили несколько посевов конопли общей площадью 1500 квадратных метров. Около двух тысяч кустов неизвестные замаскировали вблизи сел Новоселовка и Орловка. Обнаружили посевы с помощью дрона. Открыто уголовное производство, личности наркодельцов устанавливаются. Им грозит до семи лет лишения свободы. В Одессе киберполицейские расследуют схему кражи денег с банковских счетов иностранцев. Мошенников разоблачили. Выяснилось, что они снимали деньги через терминал, установленный в одном из городских отелей. После заявления финансового учреждения о том, что со счетов иностранных граждан произошло несанкционированное снятие денег, киберполиция начала расследование. По данным следствия, злоумышленники считывали реквизиты платежных карт клиентов иностранных банков через терминал, установленный в одном из отелей Одессы. Всего мошенники совершили около 80 операций на общую сумму 75 тысяч гривен. Обнаружив отсутствие денег, иностранцы обратились в банк. Финучреждение компенсировало людям убытки и во время проверки установило, что средства исчезли со счетов несанкционированным способом. Личности злоумышленников установили. Во время обысков у них изъяли документы, компьютерное оборудование, печати и банковские карты. По факту мошенничества открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Главная тема сегодняшнего дня – День знаний. Это день волнительный для всех, кто сегодня отправился в школу. Как для первокласса, которые впервые сели за парты, так и для учеников средних и старших классов. Ведь из-за пандемии и карантина в последний раз ученики занимались в своих классах почти полгода назад. И вот вновь звучит первый в этом учебном году звонок. На торжественной линейке в лицее номер 9 Киевского района побывала наша съемочная группа. Четко чеканья шаг старшеклассники проносят флаги Украины, Одессы и родного девятого лицея. Этот день, без сомнения, важен для всех учеников. Но наверняка с особым волнением его ждали те, кто идет первый раз в первый класс. Выпускники, а также пятиклассники. Ведь у них начинается новый этап школьной жизни. Именно для этих классов в лицее номер 9 и организовали школьные линейки. В этом году все не так, как обычно. Сложно сказать, кто волнуется больше – сами ученики или их родители. Ведь первый учебный день запомнится навсегда и первоклассникам, и их мамам, и папам. Эмоции просто зашкаливают. Ребенок идет в первый класс, как будто только недавно родилась, а уже в первый класс идет. Как будто сон. Не хотелось бы к дистанционному. Дистанционное – это такое. Это и дистанционное. Вот лучше бы, чтобы было все хорошо, и чтобы этот карантин быстрее закончился. Лицей номер 9 – учебное заведение со своими сложившимися традициями. Чтобы учебный год для учащихся был успешным, школьников посыпают зерном. Для депутата от Киевского района Дмитрия Тантеры стало уже традицией начинать утро 1 сентября в этом лицее. Вместе с учениками, родителями, учителями. Очень волнительный день. Ребята не виделись больше пяти месяцев. Эти улыбки, эта радость на лицах детей говорит о том, что они с удовольствием идут 1 сентября в школу. Я всех поздравляю с этим прекрасным днем знаний. Я желаю всем первоклассникам хорошо пройти школьный путь. А 11-ти классникам желаю плодотворно поучиться для того, чтобы в конце года сдать ЗНО. Нарядные первоклассники заходят в школу. Этот звонок звенит специально для них. Первоклассники заняли свои места в классах. У них начинается новый этап жизни. Каждому из этих девчонок и мальчишек предстоит пройти долгий путь в стране знаний, освоить школьные науки, понять, что им ближе, что интереснее – литература или математика, география или химия, определить, чем они хотят заниматься в своей взрослой жизни. Но сегодня они чувствуют себя самыми главными героями праздника – Дня Знаний. Пока дети отдыхали и набирали сил, взрослые трудились, чтобы процесс обучения был как можно более безопасным, чтобы исключить риск образования очагов коронавируса. В лицее номер 9 сделали все необходимое, чтобы дети занимались в одну смену. Ведь это удобно и ученикам, и их родителям. За последние три года число учеников 9-го лицея увеличилось с 900 до 1400. Назревала необходимость организации занятий в две смены. Но благодаря тесному взаимодействию руководства школы и депутата от Киевского района Дмитрия Тантюры здесь нашли возможность проведения реконструкции и обустройства новых кабинетов для первых классов. Благодаря поддержке Одесского городского совета, лично депутата Дмитрия Николаевича Тантюры каждый год проводятся реконструкции, капитальные ремонты помещений. И мы, несмотря на такое увеличение практически в полтора раза, остаемся обучаться в одну смену. В этом году у нас получилось все-таки сделать новых 8 классов в 9-м лицее. Именно благодаря этому в 9-м лицее не будет второй смены. Именно поэтому дети будут учиться до обеда и смело приходить домой и заниматься домашним заданием. Я уверен, что комфортные условия в этой школе создаются благодаря, в первую очередь, родительскому комитету, депутатскому корпусу и директору школы. Возникнет ли необходимость вновь возвратиться к обучению онлайн, сегодня сказать никто не может. Пока Одесса находится в желтой карантинной зоне. Если ситуация будет стабильной, занятия будут проходить в школе. Но в лицее номер 9 готовы к любому развитию ситуации. Для сохранения эпидемиологической ситуации и недопущения распространения коронавируса приняты все соответствующие меры. Частично будет смешанное обучение, дистанционное и очное. В зависимости от того, в какой зоне будет находиться Одесский регион, мы будем принимать дополнительно те или иные меры. На сегодняшний день мы пока работаем согласно вот такого расписанию. Родители учеников также надеются, что в этом учебном году занятия будут проходить в классах и на стадионе, а не дома перед компьютером. Особенно важно это для выпускников. Не верится, что это последний первый звонок. Дети идут в большую жизнь. Очень тяжелый год и будущего. Понимание, что им предстоит, что им нужно поступить, им нужно как-то так выучиться. И есть реальность объективная, которая сегодня усложнит этот процесс. Поэтому очень трепетно просто. Вы знаете, дистанционное обучение, если оно будет, то это факт неизбежности. К нему придется просто приспособиться. Для кого-то школьные годы тянутся медленно, для кого-то пролетают мгновенно. Но первый школьный звонок останется в памяти навсегда. Одесса с первым сентября. Погром на кладбище в Белгороднестровском не установлены, пока вандалы надругались над могилами. Сотрудники Белгороднестровского кладбища обратились в полицию с заявлением о том, что ночью неизвестные вандалы разгромили могилы, повредили надгробные плиты и украли металлические крепления. Открыто уголовное производство. Виновных разыскивают. Им грозит до трех лет лишения свободы. На Черемушку горело кафе. Возгорание произошло ночью, когда посетители уже разошлись. Пострадавших нет. Спасатели прибыли на место через четыре минуты и обнаружили, что в помещении горит обшивка потолка вдоль дымовой трубы от мангала. Возгорание оперативно ликвидировали. В момент возгорания посетителей в кафе не было. Погибших и пострадавших нет, сообщили в региональной службе спасения. В Одесской области иностранец застрелил своего работодателя из ружья из-за якобы невыплаченной зарплаты. Убийцу задержали. Выяснилось, что в момент преступления он был пьян. К тому же находился в розыске за кражу в соседней области. В Ивановском районе пьяный 49-летний мужчина пришел домой к своему 26-летнему работодателю, чтобы выяснить отношения по поводу заработанных денег, которые тот ему якобы не отдавал. Во время спора с хозяином гость схватил охотничье ружье, которое лежало в незапертом сейфе, и выстрелил в сторону оппонента, смертельно ранив его. Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее судимый за грабежи, кражи и мошенничество уроженец другого государства. Полицейские Херсонской области разыскивали его за кражу с проникновения. Суд отправил задержанного в СИЗО. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе обл. полиции. В нашем регионе 208 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Диагноз подтвердился у 85 одесситов и 123 жителей области. В инфекционную больницу поступили 7 человек с подозрением на COVID-19. На лечении находится 258 пациентов, 59 в тяжелом состоянии. Один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За последние сутки диагноз подтвердился у 7 детей в возрасте от 3 до 9 лет. Все находятся на амбулаторном лечении. Несколько дней подряд в Украине фиксируют не менее 2000 новых случаев COVID-19. Минувший день не исключение. Диагноз подтвердился у 2088 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях. С начала эпидемии в Украине выявили 123 300 случаев коронавируса. Умерли более 2600 пациентов, в том числе 48 за прошедший день. К концу сентября, началу октября ожидается около 3000 заболевших ежедневно, прогнозируют в Минздраве. Рост числа новых случаев приведет к загруженности больниц более чем на 80%. Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области. Не отстают Черновицкий, Ивано-Франковский и Одесский регионы, сообщили в Минздраве. Новый учебный год начался и в одесских вузах. Студенты рады встрече с однокурсниками и преподавателями, ведь несколько месяцев они общались в основном онлайн. Настроение в первый учебный день отличное, говорят большинство наших собеседников. А карантин и онлайн-обучение повысили стремление к получению знаний в обычном режиме. Новый учебный год начался, только хорошее впечатление после карантина, поэтому продолжаем учиться. Все будет супер. Разве что есть мнение о том, что через три недели мы обратно выйдем на карантин, но я думаю, это не более чем мнение. И все-таки мы будем учиться, не покладая рукой. Замечательно. Очень рад, что наконец-то вышли в офлайн, а не в онлайне будем заниматься, может так хоть что-то будем делать. Настроение отлично, потому что за восемь месяцев отдыха прийти на учебу, ну, это лучше, чем быть дома. Но более-менее плохо. Отличное настроение. Новый учебный год, не знаю, я еще на парах не был. Но поступил на бюджет, мне очень повезло. И я очень рад тому, что мне не надо платить контракт, потому что денег у меня и так нет, я бедный студент. Настроение, ну, как-то вот более сложно стало, потому что то, что второй семестр у нас был дистанционно, там знания, ну, совсем другой, как какой-то уровень получился, потому что никто к этому не был готов. И сейчас вот нужно немножко самостоятельно уже догонять, потому что идет новый материал. И настроение такое, ну, лично у меня на учебу. Хочется учиться. Настроение у меня хорошее. Настроение отличное, все шикарно. Учебный процесс сейчас будет смешанным. Часть лекций организуют дистанционно, говорят студенты. Сейчас у нас были лекции обычные, завтра будет на дистанционном. Изменилось то, что мы, получается, сейчас учимся уже прямиком в университете, а то учились на дистанционке, что было очень довольно-таки плохо, потому что упало, ну, качество образования. Потому что, ну, и как бы и преподаватели не могли все проверить, не могли все рассказать, все показать. Так что сейчас мы учимся, ну, мне кажется, это ненадолго, потому что сейчас будет, наверное, красная зона и вот так вот. Будет несколько онлайн-пар в неделю, то есть по зуму, и будут пары в разных корпусах, ну, такие обычные пары. Вот, а больше никаких толком изменений и нет. Все как раньше, только зум добавили, все. Часть мы будем находиться в аудиториях, будет аудиторное занятие, часть будет дистанционное. Добавили зум, то есть у нас три дня в неделю рабочие и так, и два дня в неделю по зуму. Изменения коснулись также санитарных норм. За партой сидят сейчас по одному, и на переменах обязательно нужно надевать маску, говорят наши собеседники. Ну, вот первая пара была, все сидели друг от друга далеко, типа, сохраняли меры карантина, там все дела. Ну, Мечников все-таки. Да, а так, ребятам, которые вот у нас, у которых семьи болеют ковидом, они будут онлайн учиться, пока не закончится тот период, который они должны просидеть дома. А так, все как обычно. То, что сейчас вот нужно как-то быть внимательнее, заходить, ходить по университету в масках. В коридорах мы в масках, а в аудитории это было бы, ну, здесь нелогично маска сеть. По любому дистанции сохраняем между друг другом. Введены новые правила в связи с коронавирусом, поэтому кое-что добавилось. А что добавилось? Ну, у нас, например, в нашем учебном заведении, не знаю, как в этом, добавились маркировки стрелок. Поскольку студентов очень много, разные курсы ходят по разным направлениям. Например, первый и четвертый курс младшего специалиста и первый курс бакалавра ходят по красным стрелкам с главного входа. А второй, третий и я, второй курс бакалавра ходим по желтым стрелкам. Несмотря на новые правила, студенты выглядят счастливыми. Дома сидеть всем надоело, говорят они. А начало нового учебного года – это всегда поток новых впечатлений и эмоций. Иногородние студенты, которые приезжают в Одессу и заселяются в общежитие, в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус. Для того, чтобы минимизировать вероятность возникновения распространения COVID-19. Средства на эти исследования выделены из городского бюджета. Студентам проводится ИФА, сдается анализ крови на иммуноглобулины М и иммуноглобулины G. Проводится ежедневно, начиная с 25 числа, с 8 утра мы уже работаем и берем забор крови. Иммуноглобулин М показывает острую форму заболевания COVID-19, а иммуноглобулины G – переболевшие, те, кто переболели уже. Решение о проведении тестирования методом ИФА студентов, проживающих в общежитиях, своевременное и необходимое, говорят и врачи, и сами студенты. Я считаю, это правильно. Это стоит делать, потому что, так как сейчас такая ситуация, много заболевших, поэтому это хорошо. В случае выявления заболевания студента будут переводить в изолятор. Для этого в общежитиях выделено несколько комнат. У нас есть изоляторы, в гуртожитку обладнанные специально на данный случай, где студент, если есть подозра или уже подтвержденный, он может поселиться и поселяется в изолятор обладнанный, где он проводит проживание, в том числе и обсервация в изоляции. Тестирование бесплатно для тех, кто подписал декларацию семейным врачом, напоминают специалисты. Тем же, кто еще не сделал этого, предоставляют такую возможность. Состояние организма каждого отдельного человека составляет в целом общественное здоровье, которое, в свою очередь, отражает социально-экономическую, культурную и экологическую ситуацию в стране. О ее мониторинге и возможности формировать здоровье нации после новостей в программе «Тема дня» рассказывают председатель правления Одесской организации всеукраинского врачебного общества, доктор медицинских наук, эпидемиолог Владимир Колоденко и генеральный директор Центра общественного здоровья Одесского областного совета Оксана Пастернак. Одна из главенствующих задач Центра громадского здоровья – это формировать региональную политику в области здравоохранения. То есть, накопив, они являются носителями информации, они имеют информацию об детерминантах здоровья, они знают потребности населения путем анкетирования, путем выявления причинно-следственных взаимоотношений и так далее. И вот они как раз должны составить ту политику для наших политиков, будем говорить так, тавтология, политику для политиков для развития регионального здоровья. Что нужно, что является сегодня для нашей популяции наиболее важным? Это нужно определить, стратегически ранжировать важные, второстепенные, первоизначные задачи. То есть, это и факторы риска для здоровья. Это безусловно. А факторы риска – это экономические, это социальные и так далее. Мы сейчас работаем, вот то, что Владимир Владимирович, над профилем и определяем вот эти детерминанты. Наша задача в этом году определить региональные детерминанты и написать в этом году и обратиться к депутатам, чтобы они выделили деньги на решение этих проблем, на вот эти детерминанты в лице региональной программы общественного здоровья в регионе. После полугодового перерыва, связанного с карантинными ограничениями, в Одессе состоялся чемпионат области подзюдо среди молодежи. В соревнованиях, которые проходили в фитнес-хабе «Арена спорта Одесса», приняли участие спортсмены в возрасте до 23 лет. В соревнованиях, которые проходили в фитнес-хабе «Арена спорта Одесса» Сегодня, спустя почти более полугода, мы проводим первый официальный старт чемпионата области подзюдо среди молодежи до 23 лет. С одной стороны, конечно, неплохо то, что спортсмены отдохнули, отдохнули и физически, и морально. Хотелось бы все равно уже начать выступать, потому что уровень и класс спортсмена всегда подтягивается и подтверждается только соревнованиями. Тренировались в домашних условиях, было относительно тяжело. Но все равно, кто хочет, тот всегда будет достигать своей цели. Конечно, все ребята довольны тому, что они могут прийти в зал многофункциональный, в котором можно подтянуть не только техническую подготовку, но и скоростно-силовую. Можно поиграть в теннис, можно поиграть в футбол, можно попариться в бане и восстановиться перед соревнованием, что, в общем-то, и делали спортсмены. Все отлично. Соревнования проводятся на высшем уровне, в хорошем зале. Много спортсменов из нашей области, которые выступают на мировом уровне. Хорошо. Чемпионат Украины проводится 15 сентября. Он уже в календаре. Будем надеяться, что если не будет никаких изменений, наши спортсмены должны достойно представить область. По первым схваткам вижу, что ребята некоторые достаточно неплохо подготовлены. 2 сентября Одесса будет отмечать 226 день рождения. Официальное празднование начнется в 10 часов утра на Думской площади. Там поднимут флаг города. В 11 часов на Аллее звезд на улице Лонжероновской откроют новые имена. В полдень состоится открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов, основателей, строителей города и порта. Также среди праздничных мероприятий дня – торжественное открытие нового входа в Одесский зоопарк. В 8 часов вечера в Летнем театре Гурсада покажут спектакль «Белая акация». А завершится празднование Дня города традиционным галоконцертом на Потемкинской лестнице и праздничным фейерверком. В связи с праздничными мероприятиями 2 сентября будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц в центральной части города. В разное время 2 сентября будут перекрывать движение транспорта на улицах, прилегающих к оперному театру и Потемкинской лестнице. А также Сабанеев мосты, стакаду мурвокзала, Приморскую, Канатную и ряд других. Изменится и схема движения пассажирского транспорта. В частности, маршрут 10-го троллейбуса сократится с переносом конечной остановки на улицу Решильевскую. В связи с ограничениями изменятся маршруты автобусов 110, 120, 190 и 210. 2 сентября городской пассажирский транспорт будет работать до часу ночи. Кроме того, выделяются дополнительные автобусы, которые доставят пассажиров в жилмассивы Котомского, Таирова и Черемушки. Маршрутки отправятся с улицы Приморской. И это вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго.